Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Маргарита Михайлова. Здравствуйте. Новая переправа в Соломином заработала в полную силу. Сегодня по понтонному мосту пустили первые автомобили и общественный транспорт. Временную военную переправу демонтируют, она больше не нужна. Сейчас новый понтонный мост доступен для любого транспорта. Максимальная нагрузка 90 тонн. Движение для автомобилей реверсивное, регулируют его светофоры. Для пешеходов по-прежнему никаких ограничений нет. Согласно проекту, мост можно эксплуатировать в ледовых условиях. Несколько месяцев движение по понтонному мосту будет работать в тестовом режиме. Окончательная приемка переправы назначена на февраль. 84 случаи отключения электроэнергии зарегистрировано в республике за последние полтора месяца. Пострадали от этого 30 тысяч человек. Ситуация не стабилизировалась и сейчас. Ряд населенных пунктов находится без света. Аварийную ситуацию на электросетях обсуждали сегодня на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. 10, 11 и 12 декабря в республике случилось больше всего отключения электроэнергии. В Карелэнерго связывают аварии с погодой. Она была переменчивой, с порывистым ветром и мокрым снегом. Повреждали электросети и упавшие деревья. Представитель Карелэнерго рассказал, что худшее состояние дел на объектах предприятия было зафиксировано 13 декабря в 8 утра. Для обнаружения повреждений пришлось использовать вертолет. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и сегодня. Что касается одной из причин упавших деревьев, в Карелэнерго рассказали, что есть проблема с их вырубкой. Не хватает средств. Непосредственно активное расширение просек и расчистка просек, к сожалению, осуществляется начиная с 2015 года. До этого состояние инвестиционной программы и состояние финансово-хозяйственного состояния Карелэнерго не позволяло значительные средства вкладывать именно в расширение и расчистку просек. Сколько вам необходимо добавить к тем огромным средствам, которые есть, вы нам обоснуйте, мы добавим. При этом хотелось бы отметить, что те средства и усилия, в том числе и денежные, которые вы тратите сейчас для предупреждения ЧАЭС, они значительно превышают того, что вы делали бы планово. В итоге премьер-министр Александр Чепик заявил, что доверять Карелэнерго больше не будет. Обвинил предприятие в халатности и сокрытии фактов. А по каждому факту отключения попросил надзорные органы определить виновных. Возможно, после этого аварий на электросетях станет меньше. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Главный финансовый документ республики принят в окончательном чтении. И он по-прежнему бездефицитный, благодаря ограничению финансирования целого ряда бюджетных статей. В довесок к бюджету карельские парламентарии ограничили время продажи алкоголя. Новый бюджет республики приняли подавляющим большинством голосов. Поскольку в последнее время карельский парламент не место для дискуссий, обошлось без обсуждений и выступлений. По словам депутатов, в 2018 году бюджет все равно придется корректировать. Например, выделить карельской столице 226 миллионов рублей на ремонт мостов. Предлагаю обратиться к правительству республики Карелия и в первом полугодии по итогам бюджетных обязательств и исполнения бюджета увеличить объем субсидий городу Петрозаводску на выполнение данного вида работ. Спасибо. Бюджет по-прежнему остался бездефицитным. Расходы равны доходам. Вроде бы есть повод отметить, однако все не так просто. Сегодня парламентарии приняли законопроект о запрете розничной продажи алкоголя с 10 вечера до 10 утра. В формировании бюджета пытается участвовать и молодежь. Депутаты Молодежного городского совета попросили у администрации четверть миллиона на реализацию своих инициатив. Молодежный городской совет подвел итоги своей работы. В этом году молодые депутаты участвовали в экологических квестах и патриотических форумах, помогали благоустроить территорию четвертой поликлиники и искали пути борьбы с молодежной безработицей. Юные депутаты работают всего полгода, но старшие коллеги отмечают, что они быстро учатся. Органы консультативно-совещательные, ребята очень активно приходят на комиссии депутатские, участвуют в рабочих группах, также они участвуют в рабочей группе по остановкам, по остановочным комплексам. Выходили они на эти рабочие группы со своими инициативами. Инициативы были довольно-таки интересные, но в связи с тем, что бюджет города не может позволить себе осуществить эти инициативы, им было отказано. Но они молодцы, они стараются. Отказы молодых депутатов не пугают. На своей сессии они решили поучаствовать в формировании бюджета на Новый год и попросить 250 тысяч рублей на реализацию молодежных проектов. До 2015 года была от администрации финансовая поддержка на реализацию молодежных инициатив, как и физических лиц, так и некоммерческих организаций, на социально ориентированные проекты. К сожалению, последние два года, это 16-17, эта программа не работает. И я думаю, что это было бы замечательно, если бы все-таки депутаты городского совета нашли бы возможность возобновить все-таки эту программу, и мы смогли бы сделать проекторный конвейер уже в 2018 году. Сегодня депутаты Петрозавета одобрили инициативу молодых коллег и рекомендовали администрации все-таки выделить деньги на развитие молодежной политики в Петрозаводске. Самый красивый министр, по версии нашей редакции, покинул свой пост. Дмитрий Матвиец добровольно ушел из Министерства экономического развития и промышленности республики. За последний год это ведомство лишилось третьего руководителя. Дмитрий Матвиец приехал из Петербурга в Петрозаводск в 2013 году. Сначала возглавлял Карел Энергоресурс. Через несколько лет занял пост министра строительства. В сентябре этого года возглавил Минэкономразвитие. Его он и покинул спустя чуть больше двух месяцев. В интервью портала Вести Карелия он сообщил, что получил выгодное бизнес-предложение и возвращается жить и работать в Петербург. Сегодня местом от Вица занял Дмитрий Родионов. Еще вчера он был вице-премьером правительства Карелии, курирующим экономику. А незадолго до этого главным судебным приставом Вологодской области. Поддержать идеи амнистии и гуманизации уголовного законодательства призвал Владимир Жириновский, выступая на конференции по проблемам прав человека на евразийском пространстве. Он обозначил главное направление законодательной работы ЛДПР – восстановить доверие самому понятию права человека. Весь смысл проблемы прав человека – гарантии, считает Владимир Жириновский. Если гражданин уверен, что у него есть гарантии на труд, бесплатное образование и медицину, если он уверен, что даже в самой тяжелой ситуации он не останется на улице, то можно говорить о правовом государстве. По мнению лидера ЛДПР, сейчас в стране две главные проблемы – бедность и бездомность. Права человека – это самое широкое понимание, чтобы человек знал, что он сможет их реализовать. Умер жильем. Нет денег – давайте давать социальное жилье, маленькие, однокомнатные квартиры. Давайте давать место в общежитии. Но на улице человек оставаться не должен. Поэтому нужно защищать права одиноких лиц, запрещать сделки с жильем для одиноких лиц, запрещать кредиты под залог жилья. Люди не должны оставаться на улице. Гуманизация уголовного законодательства – еще один шаг к правовому государству. По мнению Владимира Жириновского, введение слишком жестоких наказаний не дает положительных результатов, и поэтому нужно искать формы ответственности, не связанные с лишением человека свободы. Мы обязательно должны это все обеспечивать, чтобы люди находились больше сроков заключений, чтобы была гуманизация уголовного законодательства, чтобы было меньше статей с лишением свободы. Должен быть штраф, домашний арест, колония-поселение, исправ работы – все. А изоляция – только убийцы, мошенники, крупные воры и наркоденеры. Четыре категории. Еще один важный вопрос – амнистия капиталов. О ней ЛДПР говорит уже много лет. Сейчас несколько триллионов долларов покоятся на счетах в зарубежных банках. Амнистия капиталов и гарантия тайных вкладов позволят вернуть в экономику страны сотни миллиардов долларов. Метель ожидается в Карелии завтра. Самое время утепляться, да и пересмотреть гардероб к Новому году. Уже сегодня в экспоцентре на Гоголе-1 открывается всероссийская ярмарка пальто. Драповые, кашемировые пальто, куртки, пуховики и шубы. Более ста цветов и моделей. Ваш выбор зависит от вкуса и стиля. Есть модели удлиненные и укороченные, прямого кроя и расклешенные, на молнии или на пуговицах. Любой длины и полноты. Цвет можно выбрать тот, который подходит именно вам. Широкоразмерный ряд от 42 до 70. Каждому здесь подберут стильную и элегантную одежду. Причем в самом разном ценовом диапазоне. Шубы от 12 тысяч рублей. К тому же вас весьма порадуют праздничные скидки и рассрочка платежа. Выставка будет работать 14, 15 и 16 декабря. Великолепие верхней одежды ждет вас с 10 до 19 часов в здании экспоцентра по адресу улица Гоголя-1. А новости на сегодня все. На этом я, Маргарита Михайлова, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова